Вера, я вас приветствую. И я вас. Скажите, вы читали рецензию на ваше выступление в театре Майковского? В Коммерсанте? Да. Да, конечно, я поразилась, что у Бори нашлись теплые слова для нас, потому что человека с большим скепсисом, относящегося к творчеству нашей группы, еще поискать было на протяжении всей истории. Вы сейчас говорите про Бориса? Про Барабанова, да. Про Бориса Барабанова. Ну, мне показалось, что она просто восторженная совершенно. Ну, для Бори, для Бори, да. То есть я только, я успокоилась, я написала даже в Фейсбуке об этом, я успокоилась только на фразе «последние 20 минут был риск схрапнуться», тогда я поняла, что это действительно Борина рецензия, потому что до этого мне казалось, что Борю просто выкрали, и вместо него про нас написали какую-то хорошую рецензию, потому что такое ведро ехидности каждый раз выливалось на нас, когда мы обсуждали с Борисом какую-то нашу там пластинку, или нашу музыку, или наше какое-нибудь живое выступление, или что-то. Ну, может, это просто флирт такой был? Нет, нет, я думаю, я Боря, вообще, Боря интересный очень персонаж. То есть он с одной стороны... Да, но мы сейчас о вас говорим, и я вот хочу уточнить, вы говорите про нас. Вы о себе говорите, мы Вера Полоскова? Мы как группа, нет, есть же группа. Ну, то есть концерт был группой. Концерт был не столько даже мой отдельно, сколько группой. Вы кокетничаете, это был ваш концерт, группы даже не было видно, вы ее спрятали. В группе, тем не менее, в группе Вера Полоскова и Бэнс шесть человек, поэтому это был концерт мой и моей группы. А как возникла вообще группа? Группа возникла таким образом. У меня есть подруга, соавтор и продюсер по совместительству всего этого проекта безумного, Лена Грачева, которая когда-то работала... Я перебью, она пишет музыку, да? Она придумывает с ребятами музыку, да. Ребята тоже пишут, а она как бы концептуально ее продумывает, прорабатывает. И мы с ней когда-то очень давно записали аудиокнижку с музыкой. Очень давно это когда? Ну, там, в 2009. И через полтора года она пришла и сказала, давай сделаем не аудиокнижку, как вот жанр аудиокниги, а полноценную рок-пластинку. Потому что мне кажется, что это может сработать. Просто для каждого текста будет свой авторский трек, мы его специально будем писать. Мы будем его писать так, чтобы тебе было удобно под него, ну, как-то таким каким-то особым образом прочесть этот текст. И мы с этим попробуем выступить, сделать презентацию. Я говорю, ну, слушай, это странно, я такого не видела особо, давай попробуем. И когда мы сделали презентацию этого диска, самого первого, очень уже смешного сейчас, из этой точки, очень забавного, мы поняли, что, конечно, одним концертом в тоннах, к сожалению или к счастью, это не ограничено. В тоннах вы имеете в виду 16 тонн? 16 тонн, да. И тогда началась вся эта длинная история, длиной в 50 концертов, которая вот только что заканчивается. А, то есть, вот это был завершение, последний аккорд был в театре имени Маяковского? У нас осталось из обещанных два концерта, в тоннах и в Питере, в конце декабря. Ну, то есть, когда люди выпускают пластинку, принято сыграть хотя бы больше, чем в одном городе, еще где-то ее представить, потому что остальное, ну, уже невежливо, вы же вроде как ездили и ее анонсировали, и говорили о том, что она вот выходит, вот выходит, и вот, наконец, вы их записали, сыграли в одном городе презентацию, как бы, и все. Поэтому мы сыграем вот еще раз концерт в тоннах и поедем в Питере 28 декабря. Ну, вы в 20 городах, да? В 20 городах и около 50 концертов. Мы считали вчера, и получилось почти 50, там, без двух. Какой из вот этих населенных пунктов на вас произвел впечатление, вот вы не ожидали? То есть, есть у каждого человека какой-то вот образ, представление о том или ином городе. А вот что-то вас поразило? Да, у меня было несколько прям открытий больших для меня географических. Я вообще не склонна никакому географическому снобизму, мне про все интересно. Больше того, я всегда знала, что вот эти все, ну, шуточки внутренние по поводу того, что за МКАДом жизни нет, там, и так далее, они абсолютно лишены реальности, потому что как раз-таки за МКАДом она вся и начинается. То есть, там все, что связано со здоровыми, нормальными человеческими отношениями, социальными коммуникациями, там, с кофейнями, которые знает весь город, и при этом, которые там не заоблачно драки. Ну, то есть, все вообще здоровое, правильное, оно там только начинается, потому что здесь все какое-то, ну, гиперболизированное, безумное, и там, сумасшедшее, непредсказуемое. И некоторые, ну, меня просто влюбили в себя. Например, Новосибирск, потрясающий город вообще. Если не жить в Москве и Питере, то жить обязательно в Новосибирске, мне кажется. Фантастические люди, спокойные, невероятно умные, эрудированные, такие, ну, прям дивные. Все ужасно в курсе всего того, что творится, больше того, гораздо больше времени на то, чтобы обдумать и прийти к какому-то... Ну, то есть, мне ужасно понравилось. Там, больше того, большая очень индустрия и книжная, и такая коммуникационная, что ли. Есть даже специальные кафе, где вот люди там приходят и книжки обсуждают. Вы ведь москвичка, я перебью вас. Я москвичка, да. У нас просто канал московский. Мне просто хотелось узнать, у вас есть в Москве-то хотя бы любимые места? Конечно, конечно. Какие? Вообще, она устроена, мне кажется, для каждого человека, как система оазисов. То есть, ты вот бежишь, бежишь, бежишь через какую-то раскаленную пустыню, которой является все, что здесь происходит, там, безумные толпы народу, там, пробки, все. Но прибегаешь в какое-нибудь очень тихое, животворное место, там, ну, как-то приходишь в себя за полчаса, и дальше бежишь опять. Ну, это несколько мест. Например, это любимый факультет и все, что его окружает. Факультет — это журфак МБУ. Журфак на Баховой, да. Это самое, насколько я представляю себе, самое старое университетское здание в Москве. По-моему, ему 250 уже с лишним лет. С вот такими двухметровыми стенами, с окнами два человеческих роста, круглыми. Он неверо... Это невероятная красота здания. Больше того, это было, как ни странно, решающим фактором при моем выборе учебного заведения. Архитектура или локейшн? Мы с мамой как-то обсуждали все время что-то, и вот были какие-то курсы, был день открытых дверей, и я пришла на факультет и поняла, что я что угодно просто сделаю, чтобы остаться здесь учиться, потому что здесь невероятно. Ну и, в общем, так и вышло, и я ни на секунду не пожалела, потому что когда у меня были совсем такие какие-то трудные времена и личные беды, я там просто оставалась до вечера, дожидалась, пока там фонари загораются, и мне резко, резко лучше становилось, на самом деле. Но ведь поэт не может состояться без личных бед, мне кажется. Так что, на самом деле, для вас это топливо, все эти трудные времена и неприятности. Кстати, вот в рецензиях, в которых мы начали разговор, там было сказано, что вторая часть, вы перешли в режим «Суицид.ФМ». Ну, это внутреннее такое название «Радио Суицид.ФМ». Мы когда-то шутили о том, что, ну, какая-то происходит лирическая, берется лирическая исповедательная интонация, и потом внезапно включается «Радио Суицид.ФМ». Один из альбомов, который мы записали, мы записали два альбома «Знак неравенства». Он как раз про, ну, очень нарушенное восприятие вещей, про несправедливости, непропорциональности, чудовищные вещи, которые вокруг творятся с тобой, с твоим, там, городом, с твоим народом и так далее. И вот, ну, был целый корпус текстов, там, может быть, 10 треков подряд, когда мы его играли. И, ну, вот это было такое прямое включение «Радио Суицид.ФМ». Но это такое, внутреннее название. Хорошо. Просто, чтобы объяснить, что сейчас какое-то время так побудет, а потом мы опять... Нет, оно уже не внутреннее, с тех пор, как оно озвучено. Да, когда оно озвучено. А потом мы вырулим обратно в какую-то, в какую-то позитивную волну, какое-то перемирие наступит, и дальше будет легче. Вы, позитивная волна, это... Хотя нет, у вас же какие-то есть даже очень забавные... Немало. Забавные вещи. Мне очень нравится про лося и рысь. Вы можете озвучить? Нет, я... Давайте я не буду это читать. Почему? На самом деле, есть у любой истории, которая началась в сети, такая очень опасная вещь, которая называется, что... Ну, которая... Ну, очень много писалось когда-то, совершенно вне ощущения, что это когда-то где-то будет опубликовано и куда-то войдет. Условно говоря, когда ты публикуешь какой-то скайп-переговор с четверостишием внутри, и все это имеет контекст ни на что не претендующий в жанре ежедневного прикола, который люди получают в рассылке, это одно. А когда из этого всего вынимается одно какое-нибудь четверостишее и включается в самостоятельно, самодельно собранные какие-то антологии в интернете, это ужасно стыдная история, потому что ты, ну... Не знаю, мне это очень нравится. А про урганта четверостиши тоже отмечется? Про урганта? Про урганта? Ой, он, кстати, не знает, что про него есть четверостиши, а теперь мне даже знакомо. Не, ну, наверное, это не... Ну, то есть это как бы слишком смешно... Слишком смешно для вашего имиджа. Для того, чтобы это всерьез озвучивать в эфире большого телеканала. Я не буду настаивать, но я считаю, что зря. Хотя это, кстати, был большой конфликт, не большой конфликт, но такой идеологический, идеологическое противостояние с моим другом Эдиком Байковым, когда он ставил спектакль в политеатре. У меня есть ряд текстов смешных, включающих нецензурные выражения, и, ну, дико самоироничных, там, смешных. Ну, вы можете озвучить что-нибудь? И всяких нет, конечно, ну, анимательных. А у нас есть спецэффекты? И он готовил спектакль в политеатре и говорит, я хочу взять этот текст обязательно. А это был текст, который в свое время, то есть совершенно, ну, посреди полного штиля, стал хитом. Ну, как-то всегда бывает. То есть ты пишешь какой-то большой корпус важных для себя, каких-то серьезных, мучительных довольно текстов, а там прославляет тебя и оставляет тебя в памяти людей один какой-нибудь самый, ну, вообще в минуту беспечности написанный, ни к чему не обязывающий, дурацкий, как шутка сделанный. Я хочу его включить, я говорю, Эдик, ну, это, я даже не представляю, какое это кощунственное произведение для чтения в Политехническом музее. Он говорит, ну, вот вся основная проблема, мне кажется, современных авторов, что они хотят быть гораздо лучше, чем они. Это вообще проблема двуногих. Они хотят выглядеть лучше гораздо, чем они есть на самом деле и теряют редкую свою вот эту идентичность и уникальность. Поэтому преодолевая просто бешеную неловкость, я выхожу на каблуках в платье, читать этот текст в середине спектакля, когда никто уже не ждет подвоха, когда все уже поняли, что это там про другой спектакль. Я выхожу, чтобы сбить нарастающий пафос там всего того, что творится. Такая, с частушками практически. Вот, это смешно. Я потом поняла, конечно, что режиссерская задача оказалась у меня, как всегда, но мы долго спорили. Я говорю, слушай, давай хотя бы не я это буду читать, потому что если я это буду читать, то вообще не оберешься стыда никакого. Ну, жаль, что вы, конечно, не можете озвучить про органы, потому что я хотел просто понять, как это звучит. Он сидит к микрофону, буркнет что-нибудь, и зал в огне. Приходи же, Ваня Ургант, и скорее женись на мне. Отлично. Он не был женат тогда, и только появился, по-моему, он был невероятно юн, хорош собой, блистателен. Мне кажется, что он начал уставать уже от того, что с ним происходит, а тогда прям от него искры летели. Михаил Козырев, вы же знаете, да, кто такой Михаил Козырев? Да, конечно, мой друг близкий. Он в полемике, я не знаю, может быть, в пылу как-то, сказал, что всех нас, их, стало быть, Козырева, Степанцова и прочих людей, будут вспоминать, как современников, людей, которые жили во времена Веры Полосковой, как вспоминают людей, живших во времена Ахматовой и Цветаевой. То есть вот вас называют фактически гениальным человеком. Это ужасно приятно, но это счастливое Мишина ощущение вещей. Ну нет, ну что же вы, вы же говорите про свои произведения, что они там вот, вещь, которая стала абсолютным хитом, допустим, вы говорите про одно из своих стихов. Но абсолютный хит – это все-таки тоже как бы заявка. Для нас, конечно, нет, вообще абсолютным хитом – это просто по статистике просит сыграть. То есть вот по количеству записок, там 60% записок, пожалуйста, сыграйте эту песню. Это значит, что, ну, абсолютным хитом, ну, в какой-то своей абсолютных хитов не бывает. Абсолютный хит – это вещь, которую слышало все человечество. Мы слишком местечковая внутренняя история для того, чтобы что-то у нас было абсолютным хитом. Ну, тем не менее, это же из ваших уст прозвучало насчет абсолютного хита. Поэтому я… Вы можете что-то воспроизвести из того, что вы считаете? Нет? Некомфортно себя ощущаете? Нет. Не надо было говорить про хиты? Мне кажется, обреченным формат, в котором ты, человека, который ничего о тебе не знает, пытаешься подловить на чем-то. Вы считаете, что я вас пытаюсь подловить? Что касается моей внешней коммуникации с людьми, то я реально очень, я предельно внимательно слежу за тем, что я говорю и делаю. Меня практически невозможно, как многих эмоциональных женщин, часто общающихся с прессой, подловить на резких, немотивированных, нерациональных, ну, то есть каких-то диких или глупых высказываниях. Я человек, помешанный на слове и на точном воспроизведении собственной речи. Больше того, в последнее время я даю почти только письменное интервью. Поэтому попытка пришить мне какую-то глупость, она обречена, потому что я буду спорить до последнего, такого не было. Вы сейчас что-то конкретное имеете в виду или в общем рассуждаете? Я в общем рассуждаю, да, что, ну, как бы, досколько я себе представляю, вообще много есть форматов, и полемические, и какие-то иронические, и все прочее. Мы даже, собственно, с упомянутым Вадимом Степанцовым как-то присутствовали в одной программе. Я никогда не забуду этого чарующего опыта, когда тебе ровно, там, полтора часа, что снимается эфир, хочется провалиться сквозь землю, потому что тебя пытаются все время столкнуть с этим человеком, хотя тебе нечего с ним обсуждать. Вы из разных антропологических эпох вообще. Вот. И это очень проигрывает в зрительском смысле, мне кажется. Наблюдать за людьми, которые пытаются друг друга укусить, куда менее интересно, чем наблюдать за людьми, которые реально что-то друг про друга пытаются укусить. Может быть, это все-таки вы так воспринимаете, потому что у вас постоянный литмотив, что вот у вас цех к вам недоброжелательный, при том, что я видел пока только какие-то восторженные высказывания. То есть вы, мне кажется, через какую-то призму воспринимаете все отзывы о вашем творчестве, при том, что вы ведь коллегам достаточно жестоки даже. Вот вы так раздаете, там, я не знаю, вот Вася Обломов делает все плохо. Ну, это последовал вопрос прямой. Как вы относитесь к творчеству такого-то, такого-то и такого-то человека? Вы же понимаете, что от любого вопроса можно как бы уйти. Вы же уходите от вопроса. Я не вижу смысла. От каких? Ну, мне кажется, что... Я, кстати, передумал, что вы просто вот такой вот феминист. Вы же не ходили, что вас называли поэтессой. Поэтому не говорите, что феминист. Нет, нет, я не... Как раз я человек обратный феминизму. Не феминист, да? Абсолютно... Вся моя структура абсолютно патриархальна. Я за главенство мужчины во всем. И тут со мной боюсь никак. Больше того, у меня время от времени случаются даже споры с людьми, которые приходят говорить со мной, как с провозвестником некоторой woman power. А я понимаю, что я совершенно не могу им ничего сказать, потому что я за все традиционные ценности разум. Вера, но вы же говорите, что ваш идеал и гуру – это Аня Ди Франко. Да. Ну, она же феминистка, и причем такая, в общем-то, достаточно... Она позиционирована просто как феминистка. Да, да, она лидер феминистского движения, но она и здесь умудряется идти наперекор представлениям о ней и ожиданиям от нее. То есть она при этом выходит замуж, рожает ребенка после 20 лет славы, как лесбийского знамени и провозвестника вообще прав и свобод меньшинств. Она выходит замуж, рожает ребенка, живет в счастливом браке и так далее, пишет про нежную любовь к мужчине песни, причем теряет при этом, ну, я не знаю, половину своей аудитории преданной, потому что все от нее... Это просто прямое противоречие с тем, что она раньше говорила и делала. Я ее люблю как раз за это свойство, за то, что она не выбрала следовать какому-то одному образу и амплуа, и клише о самой себе на протяжении всего времени. Все, что я не знаю, что она бесправильно меняется, что такой, какой она была год назад, я ее уже не увижу. И это, мне кажется, что касается артистов, это самое крутое, что может быть. А вы меняете? Да, определенно. Вы начинали в журнале, у вас «Верочка» назывался журнал. Сейчас вы его переименовали или это просто другой журнал? Да, я его переименовала. Это тот же журнал, чтобы не терять архива, но называть он по-другому. А почему? Это все-таки такой был бренд. Это очень смешно, ну, как сказать, мне никогда не нравилось это название, это журнал, который мне подарила лучшая подруга когда-то. Когда-то давно, когда... Когда-то, когда живой журнал был еще по кодам и приглашениям. Самое начало его и заря. У нас оказалось там три подряд никнейма, которые я ей предложила занятыми. И тогда она меня аттестовала, так как она вообще ко мне обращалась в жизни. А так она обращалась ко мне в жизни, поскольку меня, во-первых, бесило первое время, а во-вторых, это было очень смешно по контрасту с тем, как я тогда себя вела и выглядела. Потому что я была такая, ну, резкая, высокая девица в ботинках-кирпичах. Насколько высокая? Какой у вас? В кожаном пальто, метр восемьдесят четыре. Круто. В кожаном пальто и такая, ну, жутко несдержанная, прямая. И Верочка, она же пришла из служебного романа «Поставьте Верочку на место». Кто-то так сказал один раз. С тех пор она меня начала задавать, Верочка, и так подарила мне журнал. Мне никогда, как сказать, это было условной внутренней иронией на протяжении какого-то времени. Но когда это стали писать на книжках, в плашках, телепрограммы и все прочее, это просто смешно выглядит. Я настолько никогда не эксплуатировала образ, там, маленькой сладкой детки, которая не вяжется со мной вообще ни разу. И, ну, кто-то меня продолжает так называть, но это прошедшее время совсем. И журналов уже, там, года-два, как называется иначе. Сейчас ваш журнал называется «Мантра-бокс». Это маленькая коробочка. Самое, мне кажется, крутое изобретение. Маленькая коробочка индийская с записанными на ней двенадцатью или двадцатью четырьмя мантрами. Двести или двести пятьдесят рупий в среднем она стоит. Это индийский iPod. Там есть две ручки. Одна ручка громкости, другая ручка переключения мантр. Это такая пластинка, которая там внутри крутится, она никогда не меняется. И ничего больше нет, ни для чего она больше не нужна. Эта коробка, и она вся расписана. Это как музыкальный автомат? Да, ну, такой, переносной. Вы можете с собой носите от любой розетки. Больше того, он именно аналоговый. Ну, он аналоговый. То есть ты когда там, о-у-ум, если ты его там вытащишь из розетки, он так, о-у-ум, так делает, как старый проигрыватель. И это гениально, мне кажется. То есть то, что есть три разных, и, ну, это такой чистый источник радости всегда. Вы, как выпускник журфака, наверное, должны знать все клише и штампы, я поэтому такой вот задам вопрос. Какой вопрос, Вера, вы хотели бы услышать и не услышали от меня? В чем вы собираетесь обмануть ожидания своих слушателей и почитателей, если собираетесь? Вера, а я вот спрошу вас, в чем вы собираетесь обмануть? Какой неожиданный и приятный вопрос. Спасибо большое, Евгений. Я собираюсь почти, ну, как сказать, в некотором пике того, что люди подразумевают как творческий путь, ну, потому что мы много всего сделали, мы сыграли огромную презентацию в театре, действительно, это немало и как-то серьезно и важно. Вот обычно с этого люди начинают развивать бурную деятельность, а я ухожу на год в некоторое безмолвие и безлюдие, и это один из последних, надо сказать, эфиров, которые происходят, особенно прямых, потому что дальше меня довольно трудно будет где-нибудь найти. Я с января уезжаю из страны и возвращаюсь только летом. Уезжаете куда? Я поеду в Азию. У меня намечено длинное, извилистое путешествие по Индии, Непалу, Шри-Ланке и так далее. Хорошо. Мы вас будем ждать. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное.